В обесточенный Крым сегодня доставили еще одну партию электрогенераторов. Для их использования понадобятся дополнительные объемы топлива. Сейчас на полуострове созданы запасы горючего на 25 дней. Власти предупредили, все попытки спекуляции будут жестко пресекаться. Репортаж Виталия Каченко. Электричество отключается не на полчаса, а как минимум. Сегодня с 5 утра не было. Мы отдали когда-то, полчаса назад, час. Это не полчаса, то время, которое он может без аппаратуры прожить. Пока Ирина пытается успеть зарядить аппарат искусственной вентиляции легких и всю необходимую медицинскую технику, трехлетний Максим не расстается с любимым вертолетом. Это единственная игрушка, которую он может удержать в руке. Мальчик страдает спинальной мышечной атрофией. Он полностью обездвижен и дышит только при помощи аппарата ИВЛ, работающим на электричестве. Работы аккумуляторов хватает на 7 часов, в то время как в Симферополе света не бывает по 20 часов в сутки. И когда включат в следующий раз, еще неизвестно. Ездила в 6 утра к маме на работу заряжала, у нее был свет. Ездила, брала аппарат, ехала, заряжала. Чтобы зарядить такой аппарат, надо 4 часа. Максимум 4 часа работает запасной аппарат. Единственный выход – снова вести Максима в реанимацию, где нет родителей. А значит, он снова будет один. Купить генератор Казачковым не позволяет семейный бюджет. Помочь обещает благотворительный фонд из Москвы. В отдаленных районах нет ни стационарной, ни сотовой связи. Из-за перебоев с электричеством остановились крупнейшие предприятия. На заправках третий день – ажиотаж. Цены на бензин выросли в среднем на 50 копеек за литр. Водители заправляют полные баки. Еще по несколько канистр берут про запас. Жителям отдаленных сел за топливом приходится ездить в столицу Кулоострова. Нашли одну заправку и заправляемся. А так бензин нет? Ни в Белоговске, ни в Зуине нигде нет. Для генераторов сидеть без электричества совсем нехорошо. Пятые сутки нет светов. Пятые сутки уже нет светов. И даже вообще не включают. В правительстве Крыма заявляют, что дефицит создан искусственно. Сейчас на полуостров через Керченский пролив доставляется на треть больше топлива, чем необходимо. Глава республики распорядился заморозить цены на заправках и обеспечить 20-дневный запас. На совещании с прокурором Сергей Аксенов заявил о наказании для тех, кто пытается заработать в сложное время для Крыма. Пользоваться червячайной ситуацией на территории Республики Крым с целью нажить в карман побольше денег никто не будет. Ни один игрок, ни на одном рынке. В рамках того же уголовного дела, которое возбуждено по терроризму и определению ущерба Республики Крым, в том числе могут привлекаться лица, которые за период введения червячайной ситуации попробуют своими действиями дестабилизировать ситуацию на полуострове. Все социально важные объекты подключены к резервным источникам питания. Работают больницы, аптеки, банки и магазины. Частная пекарня без собственных источников питания остановилась. Все нагрузки легла на государственные хлебозаводы. Мы сейчас находимся на Симферопольском хлебозаводе, который фактически работает в полном объеме. Увеличил производство хлеба от 30 до 40%. На многих перекрестках не работают светофоры. Движение транспорта регулируют сотрудники ГИБДД. В целях экономии электроэнергии на маршруты не вышли троллейбусы. Отключены лифты в домах, кафе и рестораны работают до 8 вечера. В школах и детских садах занятия отменили до понедельника. Сегодня самолетам МЧС из Москвы доставили еще 300 мобильных электростанций. Тем временем в Керченском проливе сейчас завершается строительство первой очереди энергомоста. Уже 20 декабря полуостров сможет получать из Краснодарского края 400 мегаватт. Это вдвое больше, чем Крым имеет сейчас. В Крыму планируют развивать и собственную генерацию. Здесь, на окраине Симферополя, а также параллельно в Севастополе на Федюхиных высотах уже начались подготовительные работы по возведению двух тепловых электростанций. Уже через два года они смогут суммарно вырабатывать 940 мегаватт. Этих мощностей всему полуострову хватит с большим запасом. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым.